В начале я хочу рассказать про мой второй канал под названием Best of the Best. Исходя из названия можно понять, что на нем будет публиковаться информационный контент, связанный с самыми дорогими вещами в мире. Это самая дорогая недвижимость, авто, шмотки, богатые люди и все в таком духе. Кроме того, будет мотивация на заработок. Довольно популярна тема в 21 веке. Буду ждать вас там. Ну а я перехожу к новому видео. Рад всех приветствовать. Наконец-то стало известно примерно время выхода игры Pickup. Как вы знаете, у разработчика есть группа во Вконтакте. Кстати, ссылочка на нее в описании. Где он иногда отвечает на вопросы игроков. И я наткнулся на такой коммент, где человек написал. Классно, даже еще реалистичнее стало. Когда хоть выйдет. На это ему разработчик ответил. Думаю, ближе к следующей неделе скажу примерную дату. То есть, в конце этой недели мы узнаем дату выхода. Могу предположить, что она все-таки выйдет либо в конце мая, либо в начале июня. Ну, может быть в середине. В любом случае, точную, ну или примерную дату, как сказал разработчик, мы узнаем ближе к концу недели. Что ж, помимо этого, разработчик сегодня выложил видео на своем YouTube-канале. Ссылочка на данное видео в описании тоже. Где он снял геймплей игры. Там действительно очень интересно. Весь я его, конечно же, показывать не буду. Зачем мне брать чужое видео и вам показывать. Посмотрите сами. А я оттуда взял парочку скриншотов, про которые я бы хотел отдельно поговорить. Итак, приступаем. Теперь в игре, исходя из этого видео, есть аварийки. Сделал два таких скриншота, где видно, что аварийки включены, аварийки выключены. То есть, они мигают. В игре есть, помимо фар, теперь и аварийки. Про это разработчик, насколько помню, не говорил. Про аварийную сигнализацию. Все, здесь больше останавливаться не будем. Идем дальше. Сейчас хочу поговорить про салон. Теперь, что руль, что сидение такие потрепанное. С руля оплетка слезла. И в машине нету второго сидения. Вместо этого сидения лежит ящик с инструментами. Про него поговорим чуть позже. Кроме этого, мы видим банку с газированной водой. Как вы знаете, теперь у нашего персонажа есть потребности в еде. Напомню, я уже снимал видео про информацию. Вот подсказочка, кто еще не смотрел. Посмотрите, теперь наш персонаж хочет есть. И эту потребность мы будем утолять либо газированной водой, либо хот-догом, либо консервами. Это все будет сопровождаться анимациями. Вот мы берем в руки эту содовую. Она появляется в руках и, соответственно, пьем. То есть, все такое вот. Анимация есть. И потом мы его обратно выкидываем. Эту бутылку и все. Дальше хочу вам показать такую работу, как склад. Про нее я тоже уже говорил. Но разработчик выложил теперь видео. Именно с того, как мы будем работать на этом складе. То есть, мы приезжаем на определенное место, подходим к данному телефону и активируем этот телефон. Здесь идет подсказка, что здесь можно брать заказ на доставку продуктов. И поэтому с помощью этого мы будем зарабатывать деньги. После этого мы выбираем предприятие, куда мы будем ввести данный товар. Это либо магазин, либо заправка. Остальное появится чуть позже. Также будет уровень доставщика. Чем выше уровень, тем больше заказов можно выполнить. А вот эти самые заказы. То есть, на доставку воды, хлеба и газировки. Указывается количество и прибыль. Можем брать заказ. Можно взять со скидкой. Это я не совсем понял, про что говорится. Когда выйдет игра, я обязательно все это изучу. С вами посмотрим. Все вам расскажу. Буду какие-нибудь тоже гайды снимать полезны для вас. После чего, когда мы берем заказ, к примеру, на хлеб. Мы идем к этому складу. Открываем его. Здесь такие стеллажи с коробками стоят. Ну и соответственно сам хлеб. Его мы берем в руки и несем к машине. Уложим в кузов и едем на продажу. Продавать точно так же, только все в обратном порядке. Так, вот. Дошел момент до ящика. Здесь у нас теперь, кроме гаечных ключей, их три вида. Есть отвертка. И снизу надпись. Не прикручены. Объекты через время отпадают. Но не все. То есть, помимо того, что деталь нужно установить. Ее сейчас нужно и прикрутить. Ну и плюс реализм к игре. Ну и последний скриншот. Да, последний скриншот. Хочу вам показать, что в игре теперь будет дым из трубы. Машину заводим. Из трубы идет дым. И это тоже плюс. Двигатель и текстуры машин такие тоже грязные, обшарпанные. Немного ржавые. Но это все, как я уже говорил, придает некий реализм к игре. Что ж, ссылочка на официальную группу разработчиков в описании. Ссылочка на видео с геймплеем, взятое с официального канала разработчика тоже в описании. Ну, в общем, вы все поняли. На этом хочу с вами попрощаться. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео.